Ну, не прошло, как говорится, и года, как в распоряжении SmartShow оказалась эта чудесная коробочка. Встречайте, Samsung Galaxy Note 2, тот самый стилусный смартфон, единственный в своём роде. Я уже ранее делал обзор первого ноута, был очень впечатлён, и сейчас вот имею счастье держать в руках коробочку со вторым ноутом. Фактически, вместе с Galaxy S3, Note 2 составляет, ну, скажем так, высшую линейку смартфонов Samsung. Это, конечно, в своей нише флагман, в нише стилусных смартфонов. Коробочка крупнее, чем обычные коробки для смартфонов, она такая очень весомая. На обратной стороне мы можем ознакомиться с ключевыми характеристиками нашего Note 2. Конечно, в первую очередь, это наличие стилуса, с помощью которого можно писать, рисовать, наносить какие-то символы. Во-вторых, это камера 8 Мп. В-третьих, это возможность просмотра и съёмки HD. Ну, и вдобавок ко всему, мы имеем дело с экраном HD Super AMOLED. Это бескомпромиссная вещь. То есть, экран здесь без всяких каких-то там уступок. То есть, это, можно сказать, самое качественное решение, которое сейчас может себе большой крупный производитель позволить в мире смартфонов. Ну что ж, открываем нашу коробочку. Сразу скажу, смаршованно поступила скрытой, поэтому орудовать красиво с помощью ножей мы не будем. Мы просто открываем коробочку. Так, сначала, собственно, о самом Note 2. Note 2 у нас является, ну, скажем так, в плане дизайна явным продолжателем идеи смартфона S3. Те же, скажем так, очень плавные углы. Та же интересная поверхность с таким каким-то блестящим покрытием. Давайте эту плёночку отберём. Явно какое-то прочное покрытие. И, конечно же, очень большой 5,5-дюймовый экранчик. Посмотрите на эту прелесть. Огромный экран. По разрешению я могу сказать, разрешение здесь не изменилось по сравнению с первым ноутом. Эти те же 1280 точек на 720, насколько я помню. Очень похожей осталась нижняя центральная кнопочка механическая. Она осталась почти практически такой же. На месте остались боковые клавиши. Это клавиша включения и клавиши... Качелька для регулировки громкости. Сверху, естественно, датчики. Естественно, фронтальная камера. Громкоговоритель для разговоров. Сверху на торце у нас имеется разъём для наушников. Внизу микро-USB и микрофонные отверстия. Ну и, конечно, тот самый стилус. Вот такой стилус. На этот раз стилус значительно большой. Он практически похож на ручку. Кстати, я сейчас ручку достану. Ну вот, обычная ручка. Можно сравнить. По толщине я бы сказал, что это практически ручка. Так, помимо нашего замечательного ноут 2, коробки имеются. Имеется инструкция на английском и, судя по всему, на каком-то арабском. Имеется замечательный белый кабель USB, микро-USB. Просто красота. Шикарнейшая белая зарядка. Я вообще такую никогда не видел. Причём она очень мощная. Это на 2 А зарядка. То есть она даёт очень приличный ток. По сути, ей можно заряжать даже планшеты. Наушники. Знакомые мне наушники. Кажется, я такие видел в стилусном планшете Note 10.1. Это замечательные наушники с такими амбушюрками. Ну и комплект запасных амбушюрок. Явно силиконовые. Всё. Вроде коробка пуста. Ну что ж. Пора, наверное, включить наш девайс. Он включается с помощью нажатия боковой клавиши. Так, вроде пошло. Так. Чуть-чуть вибрирует при запуске. Ну что ж. Он просит определиться с языком. Есть ли здесь русский язык. Кстати, видите, казах есть русский. Есть ли украинские, есть ли русские. Просто определились с Wi-Fi. Ну что ж. Мы этот момент пропустим. Нам пока интернет не нужен. С часовым поясом тоже определились. Пропустим вхождение с помощью учетной записи. Аккаунт пока добавлять тоже не будем. Настраивать его тоже не будем. Ну, дропбокс у нас, конечно, есть. Причём, если вы будете покупать Note 2, дропбокс вам на 2 года подарит аж целых 50 гигов. Это здорово, конечно. Ну всё. Мы, как бы, условно говоря, всё настроили и вошли. Нам здесь показывают, как, в принципе, убирать окно при включении девайса. Вот оно. Вот рабочий стол. Рабочий стол. И, судя по всему, я вижу на рабочем столе все признаки оболочки Samsung. Или нет, это всё-таки оболочка чисто андроидовская. Ну, определимся. Ну что ж. Конечно, в первую очередь, стоит глянуть на номера набирателя. Насколько я понимаю, в Note 2 впервые применяется, ну, в связи с тем, что экран очень большой, применяется возможность немножко сдвигать интерфейс, чтобы можно было легко управлять одним пальцем. Ну, вот как это сделать, я пока не знаю. Да, трудно понять, конечно. Так, загораются, кстати, клавиши сенсорные для управления. Слева у нас клавиша контекстного меню. Справа клавиша возврата. Очень эффектно, конечно, смотрится. Если не нажимать, можно и не догадаться, что эти клавиши здесь есть. Давайте попробуем всё-таки настроить. А вот, включить работу одной рукой. Ну вот, я понял. Вот тот самый интерфейс, заточенный под одну руку. То есть, можно уменьшить размер кнопок и сдвинуть их так, чтобы можно было достигать управления одной рукой. Окей, с этим мы разобрались. Ну, контакты я, наверное, позднее попробую обрисовать более подробно. Вот меню приложений. Все, кто работал с Android 4, будут чувствовать себя как рыба-водя. Здесь всё так, как и положено в четвёрке. По характеристикам. У нас модель со встроенной памятью 16 гигабайт. Я вижу, что нам сейчас доступно чуть больше 10. На этот раз оперативка целых 2 гига. Примерно будет, ну, наверное, доступно... Ну, сколько это может быть? Ну, должно быть... Ну, полтора гига должно быть доступно. Процессор здесь достаточно мощный. Здесь четырёхъядерник. 1,6 гигагерц. Это очень хорошо для Android 4. Заметно стал толще девайс, насколько я мог заметить. Тут уже 9,4 мм толщина. Будет два цвета. Вот у нас в Smart Show тёмно-серый, а будет ещё белый. Я так полагаю, позднее, возможно, выйдут уже и другие оттенки. Вот как было с Note 1. Будет, возможно, и розовый цвет, который рассчитан явно на женскую аудиторию. Будет, возможно, что-то ещё повеселее. Вот. Аккумулятор здесь изменился. Теперь здесь ёмкость целых 3100 мА в час. Если вы помните, вот в Note 1 ёмкость была для того времени, для годовой давности тоже великолепной. Там было целых 2500, насколько я помню, мА в час. Сейчас прибавилось ещё 600 дополнительных, что тоже очень круто. Из разъёмов мы обратили внимание, что у нас есть только micro-USB. Насколько я знаю, через переходничок, если его дополнительно закупить, можно подключаться к HD-телевизорам через переходничок по названию MHL стандарт. Тоже это не проблема. Вот. Ну и на обратной панели всё, что мы видим, это камера и светодиодная вспышка. Камера здесь 8 мегапикселей. Причём, снимает она, она может снимать Full HD и проигрывать, естественно, Full HD. То есть, здесь камера, пусть может быть она в мегапикселях и не увеличилась по сравнению с S3. Но она стала как бы... Но она как бы для стилусного планшета, она сейчас, пожалуй, самая лучшая, наверное. Как открывать заднюю крышечку, давайте посмотрим. Я так понимаю, здесь есть такая щёлка, которую надо просто поддеть ногтём, да, и попробовать провести по периметру ногтём, наверное, скорее всего. Получилось. Получилось. Это не микросим. И слот для микросд, для расширения памяти. Насколько я правильно понимаю, здесь можно память увеличить до 64 гигабайт дополнительно. Ну, и с обратной стороны крышки можно обратить внимание на специальную антенну NFC. NFC – это чип, который позволяет нашему устройству задействовать так называемый нефилд коммуникейшнс. То есть, ну, не знаю. Пока я не знаю, для чего это может быть полезно в Казахстане. Ну, возможно, с помощью этого Note 2 мы когда-нибудь сможем оплачивать, например, какие-то покупки. Или, может быть, перекидывать друг к другу файлы путём прикосновения двух корпусов наших смартфонов. Ну, по сути, это всё, что я хотел вам в видео показать про Note 2.